МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вообще это очень важно, как воспринимают родители, первый раз столкнувшись с ребенком диагнозом. 490 детей заразились коронавирусом в нашем городе во время эпидемии. Как лечат маленьких пациентов от COVID-19? Сейчас они прям скользят, не могут подняться. С лестницы раздора очередное обращение в городской дозор. Денежный грант для Пушкинки детская библиотека получила деньги на реализацию проекта в ТикТок. Далее расскажем обо всем подробно. Почти каждый день в России фиксируют новые рекорды по заражениям коронавирусом. Система здравоохранения по всей стране не выдерживает нагрузки, вызванной эпидемией. Медики жалуются на нехватку мест в стационарах и другие проблемы. В Омске две машины скорой помощи с пациентами с возможным COVID-19 приехали к зданию регионального министерства здравоохранения. Как пишет РИО Новости, врачи объяснили, что не могут передать больных в стационар медучреждения из-за нехватки мест. В Нижнем Новгороде и области люди с высокой температурой сутками ждут скорой помощи. Нижегородцы вынуждены писать о таких случаях в инстаграм-губернатору Глебу Никитину. Подобные ситуации происходят и в Сарове. Достаточно почитать комментарии пользователей в социальных сетях. Больные ковидом пишут, как они вынуждены идти в поликлинику на прием к врачу. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью канала «Россия-24» признала, что есть проблемы, в частности, не хватает коек. Печальное развитие ситуации с эпидемией, по ее мнению, можно предупредить, если соблюдать масочный режим. Напомним, с 28 октября по предписанию Роспотребнадзора маски обязаны носить все граждане в общественных местах, лифтах, на парковках. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, поможет ли повсеместное ношение масок остановить распространение коронавируса. Вариант «нет» выбрали 64%. Да, 27,4%. Не думают об этом 8% респондентов. В России за минувшие сутки выявили 16 202 новых случаев заражения. Из них в Нижегородской области – 377. В Сарове новый рекорд – 99 новых больных за день. Из тех, кто госпитализирован, 115 в средней степени тяжести. Один в тяжелом состоянии. За все время эпидемии в нашем городе коронавирусом заразились 490 детей. Сейчас болеет 180 из них. В основном дети переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. За 8 месяцев был госпитализирован только один ребенок, но и он по социальным показаниям, а не по тяжести заболевания. Подробнее о том, как лечат ковид у маленьких пациентов и что можно сделать для профилактики заболевания, расскажем в следующем репортаже. В детской поликлинике работает одна ковид-бригада. В нее входят врач, фельдшер и медицинские сестры, которые берут мазки для анализа. Они регулярно осматривают больных на дому и постоянно на связи с родителями. У нас количество больных значительно увеличилось. И со 2 ноября у нас подразумевается расширение этих бригад. То есть будут работать два врача, два фельдшера. По медицинским сестрам посмотрим. Здесь, может быть, будут изменения, объединения поликлиник по забору Москвы. В Сарове сейчас болеет 180 детей. Они переносят ковид легче, чем взрослые, но болеют дольше. В среднем 20-30 дней. Основная мера профилактики – ограничение социальных контактов. Чем меньше ты находишься в разнообразных общественных местах, как кружки и секции, там очень много мест, куда детям очень хочется и родителям очень хочется, чтобы они там находились. Чем меньше этих мест будет, тем меньше шансов, что ребенок будет инфицирован и принесет в семью этот вирус. Сейчас паника – худший враг каждого родителя. Она передается детям, и это совсем не помогает врачам в лечении. Вообще это очень важно, как воспринимают родители, первый раз столкнувшись, что у ребенка диагноз. Первый – это, конечно, очень часто паника, особенно у контактных. И они начинают разглядывать какие-то такие симптомы, которые в обычной жизни они, может быть, вообще никогда бы и не обратили внимания. И начинается там шквал звонков. Марина Александровна, заведующая поликлиника, постоянно их успокаивают, родители и так далее. Маленькие дети до 5 лет переносят заболевание, как правило, бессимптомно. Основной признак, который у них проявляется – это кратковременный подъем температуры. У ребенка старше 5 лет высокая температура иногда держится несколько дней. На потерю вкуса они жалуются редко. А основные симптомы заражения COVID-19 у подростков – это отсутствие обоняния и повышенная температура. Лечение индивидуально назначает врач. Антибиотики прописывают при тяжелой форме заболевания. Самостоятельный выбор препаратов для лечения может навредить ребенку. Если врач не назначил антибиотики, то есть, да, если затягивается температура, если что-то нам изменивает анализ в крови, антибиотики назначаем. Но в основном это противовирусные препараты первые 5 дней и дальше симптоматическое лечение. А дальше просто, как сказать, благоприятная обстановка в семье и режим дня, который, к сожалению, очень отсутствует практически у всех, кто сидит на карантине. Если четко следовать рекомендациям врача, то вирус не навредит вашему ребенку. Полное интервью с Ольгой Зиминой смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24 или на нашем канале в Ютьюбе. В Нижегородской области завершается ремонтная кампания этого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, 160 участков дорог из 195 запланированных уже введены в эксплуатацию. Специалистам осталось привести в порядок элементы инфраструктуры на отремонтированных объектах, а сотрудникам главного управления автомобильных дорог принять работы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Обязательную маркировку молочной продукции перенесли с января на май 2021 года, так как из-за пандемии ряду производителей нужно больше времени. С 1 мая 2020 года обязательной маркировке подлежат мороженое, сливочное масло и сыры. С 1 июля молоко и несгущенные сливки, йогурт и кефир, молочная сыворотка, творог, сметана. С 1 октября несгущенное молоко, сливки с добавлением сахара, безалкогольные напитки, содержащие молочный жир. С 1 ноября 2021 года фермеры будут обязаны маркировать продукцию при продаже через собственную розницу и прямых продажах. Саров стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Наш город получил 45 миллионов рублей. Премию присуждают за успехи в сфере развития территориального самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, за эффективное управление муниципальными финансами и укрепление межнациональных отношений. В этом году лауреатами стали 30 муниципальных образований. В правительство направили законопроект, который позволяет использовать водительские права для получения финансовых услуг. Об этом сообщили известия со ссылкой на Минэкономразвитие. Законопроект предполагает использование водительских прав только для некоторых операций. Например, оформление потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, получение выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч и заключение договора с негосударственным пенсионным фондом. В Сарове вновь активизировались мошенники. У граждан вымогают деньги и с помощью звонков на мобильный телефон, и в интернете. Используют злоумышленники и старые проверенные схемы, и новые способы обмана. Зачастую выследить мошенников и вернуть свои деньги очень сложно. Практически все эти дела остаются нераскрытыми. Как не попасть на крючок любителям легкой наживы? Расскажем далее. Мама, я попал в аварию, срочно перешли деньги, иначе мне грозит тюрьма. Или с вашей карты пытались украсть средства, переведите их на безопасный счет и назовите реквизиты. Это лишь малая часть мошеннических схем. В Саровскую полицию продолжают поступать заявления и сообщения граждан, пострадавших от аферистов. Типичный из них, это когда на стационарный телефон жителей нашего города поступают звонки, представляются близкими родственниками и сообщают, что либо внук, либо сын попали в дорожно-транспортное происшествие, были доставлены в полицию, сбили человека. И для того, чтобы решить положительный вопрос, для того, чтобы отпустить из происходящих органов, нужно передать денежные средства. Суммы денежных средств разные, от 30 до 150 тысяч рублей. Сотрудники правопорядка советуют гражданам не переводить деньги сразу. Лучше перезвонить своему родственнику и спросить, где он находится. И если человек оказался невиновным и даже не подозревал о ДТП, то вам необходимо обратиться в полицию. Вы звоните в дежурную часть полиции, круглосуточная, которая работает, по телефону 02 или 102. И, соответственно, сотрудники полиции вас проинформируют и проинструктируют, как дальше действовать в данной ситуации. Появились и другие формы обмана. Злоумышленники звонят горожанам и представляются сотрудниками службы безопасности банка, после чего вводят в заблуждение человека и получают от него денежные переводы. Как не стать жертвой в данной ситуации? Если вам позвонили, представили службы безопасности банка и пытаются получить какую-либо вашу личную информацию, номер карты, ваша фамилия, отчество, дата рождения, секретный код банковской карты, либо код, который находится на обратной стороне карты, это в 100% случаев это мошенники. Сотрудники банков никогда не будут звонить, уточнять ваши личные данные. По словам Андрея Чернышева, вычислить, где были обналичены попавшие в руки мошенников деньги, возможно, но шансов вернуть их владельцам мало. Поэтому сотрудники полиции в очередной раз напоминают сыровчанам быть осторожнее и не перечислять свои средства незнакомым людям. Проблемы с недобросовестными подрядчиками стали бичом нашего города. Сразу несколько объектов сейчас ремонтирует одна и та же фирма, которая выиграла муниципальный контракт на устройство придомовых территорий. К концу октября все работы должны быть сделаны, но есть опасения, что в срок закончить ничего не удастся. Один из проблемных объектов – лестница на Казамазово. Чинить ее начали больше месяца назад. Жильцы дома 11 на улице Казамазово каждый день поднимаются по горке, либо обходят все соседние дома, чтобы попасть на почту, магазин или аптеку. Раньше они добирались туда коротким путем через лестницу, которую не раз ремонтировали. После того, как она вновь начала рассыпаться, жители обратились за помощью к местному депутату. Было собрание во дворе, куда нас пригласил Клиш. Мы, как добросовестные граждане, пришли, поддержали его, проголосовали за него. И главный вопрос у нас стоял в отношении лестницы. Лестницу начала делать компания ООО «Монолитсервис». Но уже второй месяц на объекте работает один человек, который в быстром завершении работ не заинтересован. Пенсионеры боятся, что до наступления заморозков подрядчик не закончит. И взбираться придется уже по наледи и снегу. Депутат, по словам жильцов, от проблемы держится в стороне. Говорю, мы за вас проголосовали. Вы нам дали слово, что это очень красивая будет лестница, что быстро сделают все. Мы видим эту всю картину с утра, с девяти часов, как они езжают. Но их дети не появляются. Ну, когда они редко-редко появляются, значит, у них свой график переодеваются долго. Потом вот в тот закуток прячутся, сидят, курят, по телефончику все. У них, мы понимаем, что им работать нечем. Мы обратились к депутату за комментарием. По словам Андрея Клеща, его задачей было сделать так, чтобы строительство лестницы состоялось. Сами работы на объекте не его зона ответственности, а департамента городского хозяйства, с которым заключал договор подрядчик в рамках муниципального контракта на ремонт дворовых территорий. Объектов в этом контракте очень много. Контракт порядка пяти миллионов. И подрядчик предоставил график выполнения работ, который на данный момент он не соблюдает. Срок выполнения работы по муниципальному контракту до конца октября. Уже понятно, что подрядчик в этот срок не укладывается. За каждый день просрочки организация будет выплачивать штрафы. Вот только начальство это, похоже, не заботит. Пенсионерам остается лишь надеяться, что подрядчик хотя бы до декабря выполнит свои обязательства. И они смогут ходить привычной дорогой через новую лестницу. На одном языке с подростками библиотека имени Пушкина в пандемию коронавируса не оставляет своих читателей и осваивает новые технологии интернет-платформы. Вслед за ВКонтакте библиотекари перешли в ТикТок. Два раза в неделю на канале Пушкинки появляются познавательные ролики. Читатели могут узнать интересные факты о жизни писателей и поиграть в литературные игры. В библиотеке Пушкин есть ТикТок. Вот это номера. Макияж, странные шутки и танцы. Еще недавно ТикТок ассоциировался с легким необременяющим контентом. Поэтому аккаунт библиотеки там явление на первый взгляд удивительное. Но если задуматься глубже, то лучший способ заинтересовать подростка – говорить с ним на его языке. Тем более ТикТок, как в свое время и Ютуб, уже пошел по пути разнообразия материала. И наравне с простенькими и безидейными видео появляются интересные познавательные профили. Число которых пополнило и аккаунт библиотеки имени Пушкина. Мы убрали клоунаду. Решили, что у нас будет экспертный аккаунт. Все-таки детская библиотека – это учреждение, которое занимается просветительством, дает какую-то информацию. Но опять же надо понимать, что эта информация дана будет в определенном ключе. Очень коротко, очень емко. Возможно, в виде таких ТикТок-сериалов. На ТикТок-канале библиотеки дети смогут поиграть в познавательные игры и узнать интересные факты о писателях Пушкина, Горьком, Есенине и других. А для более взрослой аудитории сотрудники запускают проект «Раннее развитие детей». Видеоролики, по мнению библиотекарей, пригодятся не только подросткам и их родителям, но и педагогам школ. Такие маленькие ролики, которые сделаны все-таки экспертами, они могут пригодиться для проведения внеклассных занятий, может быть, как небольшие вставочки в уроке, как дополнительный материал. Поэтому библиотека продолжает идти в ногу со временем и работать в помощь учреждениям образования. Это наша основная задача. Свой аккаунт в ТикТоке сотрудники библиотеки имени Пушкина представили на конкурс культурных диджитал-продуктов «Атомлайк». «Букстори Саров» стал лауреатом в номинации «Концепция и сценария». Победа принесла библиотеке грант в размере 450 тысяч рублей. Деньги потратят на закупку необходимого оборудования и развитие проектов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канала 16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.